Расходы на оплату кражи. Вот такая новая строка в жировках появилась у жителей поселка Неклюдово. Называется она, конечно, по-другому, но суть именно такая. В многоквартирном доме организована ТСЖ. Жители платили исправно, но оказалось, что на доме огромные долги перед коммунальными организациями. Бухгалтер ТСЖ несколько лет подряд потихоньку снимала с общего счета деньги и просто присваивала их себе. И вот теперь, когда кража раскрылась, похищенные деньги пытаются взыскать жителей. Раньше мы платили 12 рублей за квадратный метр на содержание жилья. Теперь берут 18 рублей с квадратного метра. Каждой квартире переплачиваем мы по 300 с лишним рублей. На 6 рублей больше из-за того, что на 2 миллиона обокрали, и что мы теперь жильцы должны эти 2 миллиона еще раз выплачивать. Председатель Кривдина и новый бухгалтер Акуленко уже начали брать с нас эти 2 миллиона, чтобы мы оплатили все долги, которые своровала от нас первая бухгалтер Бубнова. Нашу платежку она перечисляла себе на карточку. Председатель только сказал, что будем выплачивать 2 миллиона, что не знаем, когда Бубнова нам выплатит. Она сказала, что со временем вроде бы она должна выплатить эти деньги, но когда – неизвестно. Украл предыдущий бухгалтер, правильно? Соответственно, деньги должен вернуть бухгалтер. Но ТСЖ должен за тепло, за вывоз мусора. Мы обращались к председателю, почему мы должны выплачивать 2 миллиона. Она нам сказала, если мы не будем платить эти деньги, нам отключит отопление. А почему, говорю, отключит отопление, если мы все вовремя платим, а это не ваше дело, идите куда идите, в общем, это не ваше дело. Вы посмотрите, у нас все пенсионеры, все большинство нерабочие и больные, и мы не можем лишние деньги платить. Я не плачу, я высчитываю, я не плачу второй месяц подряд. Она мне говорит, будешь платить. А мы за что должны платить? Ну, платили, все платили, и вдруг опять мы оплачиваем отопление. Мы в чем виноваты? Виноват бухгалтер и председатель Бубнова, и председатель Кривдина. Пусть вот они и выплачивают эту сумму. Между тем, председатель ТСЖ Екатерина Кривдина свою причастность к этой афере отрицает. И говорит, что прежний бухгалтер все делала без ее ведома. Если бы она со мной делала, значит, я с учательницей была бы. Я все время спрашивала, сколько у нас на счету денег. Она же мне все говорит, ой, я еще не считала, ой, я еще не считала. Я говорю, нет, а что там считать-то? Посмотрела, да все, да. Либо она слишком наглая, да, либо она слишком глупая. То есть она перечисляла все эти платежи, они шли с наименованием под отчет. Ну, как она сказала, что она планировала это все вернуть и уже начала гасить. Ну, я говорю, Ирина, ты понимаешь, что твоя зарплата там в районе 7 тысяч рублей, это смешно по сравнению с двумя миллионами, которые доснилась расчетом. Она же рудила, на свою банковскую карту снимала. Даже в один месяц она могла снять по три раза. 100 тысяч, 50 тысяч, 20 тысяч. Не вот по тысяче, а вот такие суммы огромные. Мы вызвали этого человека, он написал заявление, в котором признал свою вину, раскаялся. Коммунальным службам, которые обслуживают наш дом, она им не платила. У нас было 425 тысяч долгов по теплу и 127 тысяч у нас было долгов по вывозу мусора. У нас очень многие жители, они возмущаются этим фактом, но здесь хоть возмущастие, хоть не возмущастие. Мы не коммерческая организация, которая других доходов, кроме как от поступления средств от жителей, мы не имеем. То есть, либо нам сейчас нужно признавать, что мы платить не в состоянии, но у нас есть надежда на то, что мы, в принципе, можем погасить эти долги. Разыскать предыдущего бухгалтера ТСЖ оказалось невозможным. Как сообщили жители, на их телефонные звонки она после случившегося отвечать перестала, а в квартире, в которой жила, больше не появляется. Тот факт, что похищенные деньги вынуждены возмещать сами жильцы, юристы считают незаконным. Законных оснований для этого нет. Граждане уже оплатили все необходимые коммунальные платежи. А если в эту сумму представители ТСЖ закладывают какие-то убытки, которые они понесли ранее, то это не является законом. Или как минимум для этого нужно какое-то судебное решение, которое бы позволило это делать. Этого нет, поэтому это не обосновано. Вот именно поэтому юристы советуют жителям обратиться в суд и в прокуратуру. Кроме того, проверку обоснованности повышения платы за содержание жилья проводит еще и жилищная инспекция.